Ну и дальше по каждому предмету выступит там свой специалист, который им тоже мозги приведет в порядок. Там вы что изучали? Искусство древнего Египта, фараонов. А, это, короче, все чушь, никакого искусства нет, это все технический рисунок. Это я вам тайны раскрываю. То есть египетское искусство это технический рисунок. Ну и по большому счету уже некоторые исследователи, профессора серьезные, публично пытаются об этом говорить, что это технический рисунок определенной цивилизации, которая пришла к нам на Землю там и, в общем, пыталась сохранить там какие-то свои параметры. Ну, цивилизация, то есть марсиане, атланты и так далее. То есть им вот это прямо рассказывают о том, что там Христос там родился в 1151 году там-то в Константинополе. И что там так, то-то, то-то, то-то было там, это вот, это правда тут. Что учение, которое он рассказывал, это там, понятно, не христианство никакое, ну, условно это можно назвать космологией устройства небесных сфер, их отражение на Земле. И на Земле нужно жить в соответствии с ритмами, циклами космоса там, то-то, то-то, ну и какими-то вытекающими отсюда там правилами моральными. Ну, а из недавно затронутых нами тем, тот же историк с факультета исторического или там профессор с факультета теологии, он им расскажет, что Будда был Арием из семьи Ариев, да, что никаким буддистом он не был, что его учение называлось уж никак не буддизм, а она называлась Ария Аштанга Марга, и мастера-наставники теперь это знают, то есть восьмеричный путь Ариев, дословно, восьмеричный путь Ариев. То есть вот эта вся Азия, все буддисты всех вариаций, они должны говорить, что они не буддисты никакие, а они идут по восьмеричному пути Ариев за Великим Арием, и что вот они, несчастные азиаты, хотят стать Арием, протославянином. И тут же другой профессор, да, подагнет и скажет, что точно-точно все так, и что вот последний грант, и они тут изучали, и что действительно род и клан Будды, Будда же был, да, Будда Шакимуни, ну, по-русски мы бы сказали, мудрец из рода Шакия, да, или Сакия, более правильно говорить. Так вот, этот род вышел. Откуда этот род вышел, Будды? Из степей Причерноморья, то есть это скифы. И это уже на сегодняшний день официально, друзья мои, Будда был Арией, ну, сегодня вот так вот немножко это сглаживают, так, чтобы не выпячивать, да, славянская скифа, и говорят, ну, вот скифы, да, там, из степей Причерноморья. Ну, и поскольку это каста Кшатриев, да, мы это сейчас еще немножко тоже затронем, вот из касты Кшатриев человек, так сказать, основал новое учение, не по чину, замечу, потому что он не из брахманов, ну, и в нем есть свои косяки и есть свои изъяны. И хотя у нас лекция не по буддизму, и как бы мне не хотелось избежать вот этого всего, но мы, к сожалению, на первых этапах вот это все время будем затрагивать, потому что, как говорится, парень был, ну, из наших, или точнее из ваших, да, вот, то есть, казак степей Причерноморья, вот, и все, что там вот потом нагородили, пристроили, напридумывали, то есть, здесь мы вынуждены будем затрагивать корни и первопричины всего этого, таково уж дело, которым мы с вами занимаемся, и поэтому это все будет все время вот так вот пересекаться. На нашем пути все время где-то будет Будда возникать, там и даже Кшатрии, и даже казаки с чубами своими. Ну, а студенты, которые были на технических факультетах и специальностях, кто изучал там какие-то химические процессы или химические производства, создание новых материалов, наноматериалов, каких-то там атомных напылений, да, им расскажут, что в определенных кругах есть образцы суперматериалов, в том числе внеземного происхождения, целые там покрытия есть такие, и что эти образцы взяты с специального устройства, которое, ну, мы называем летающая тарелка, которая находится в подвале замурованном одного из цехов завода в городе. Ну и дальше, вот в таком духе, этим ребятам по их специальностям, по факультетам, прямо им расскажут конечные формы своего рода, да, великие пределы, по достижениям в их сфере обучения на сегодняшний день, которые есть у нас на этой планете и которые являются объективной правдой. И я, друзья, здесь точно знаю, что вот этим вот всем ребятам, какие бы специальности у них ни были, будущим, так сказать, лидерам бизнеса, политики и светилам науки, им обязательно расскажут про их историю, начиная от появления их пропредков, ну, протопредков на этой планете от этого момента до сегодняшнего дня. Ну, понятно так, большими скачками или там художественными мазками такими, но чтобы у них было представление, кто они, откуда, как это все идет, да, и куда это идет дальше. И тогда, когда вот им про все сферы жизни, про их конец, про их великий предел и про правду-то рассказали, то у них и складывается четкая картина устройства жизни на Земле, как оно все есть на самом деле, пусть она немного непривычная, пусть это подано, может быть, немножко жестко или цинично, но правда она вот такая правда, какая есть. Но им рассказывают вот эту правду и рассказывают вот эти пределы, по-своему, да, по-нашему, великие пределы, для того, чтобы они в своей деятельности опирались не на мифы, не на блеф, не на фантазии каких-то других людей, не вхожих, да, вот в эту структуру, а чтобы они опирались на правду, какой бы она ни была. Потому что, да, то есть точно так же, как и в магии, только опираясь на объективную реальность, пусть кривую, пусть неприятную, пусть вот грубую, да, но только опираясь на то, что есть, как бы принимая это и признавая это, мы можем эту реальность менять, как маги говорят, откурочить ее, да, в нужную нам сторону. Потому что, если мы будем опираться на миф, то потом сколько миф, не меняй, не курочил, так и останется мифом, и в реальности, в жизни ничего не изменится. А опираясь на правду, какой бы она ни была, тогда вот действительно можно потихонечку эту правду менять. И тогда у вас будет настоящая правда, а у них будет их правда. У вас своя Вика, да, опять к тому же, у нас своя Вика. То есть здесь будет настоящая правда, то есть реальность, на которую вы опираетесь, и опираясь на нее, вы начинаете все менять. Вспомните разговоры, да, инфо-хаус, где никто не может рассказать про реальное биоэнергетическое устройство человека и предложить его схему. Так вот им-то, этим ребятам-то рассказали, показали эту схему. Почему? Ну, потому что там факультет медицины, и им вот это все рассказали, показали, рассказали, как все есть на самом деле, откуда взялось, почему у одних людей так, у других так, в чем отличие, раз национальностей людей там, в эту систему входящих в эту, почему по-разному расположены чакры, почему это то, почему это, каким кристаллам на самом деле это соответствует, какие достижения в современной тайной науке, да, по этим темам есть, какие там кто-то, вот, и все у них, все прекрасно встало на место, все вот они, элита, у которой теперь все получается, что бы они ни делали, и все остальные, которые вроде в том же университете учились, за одной партой с ними сидели, но у них нихрена ничего не получается. Вот в этом, друзья, моя разница, потому что этих-то позвали потом, куда надо, и рассказали им правду, а этих с этим дипломом поздравили и отпустили идти своей дорогой, как мы и делаем так же, да, и не лезь куда им не надо. Почему? Ибо не проявлено, а на основании чего такое решение, так а ты когда у нас дорогой родился, вот тогда-то, тогда-то вот есть компьютерная запись о твоем рождении такого-то числа, востока-то там, 18.35, о, а в этот момент звезды где были? Там, а Луна там, а это там, а это там, это там, да, что из этого значит, это значит то-то, то-то, плюс твои характеристики подтверждают это в том-то, поэтому ты в этой жизни предназначен для того-то, а вот эти вот уже, ребята, для большего. То есть я вам показываю, да, что у нормальных-то людей, неважно в бизнесе, политике или науке, да, тот же самый принцип работает, что и в магии. Почему? Ну, потому что им хватило ума не быть дураками, да, и опираться на правду, пусть не публично, но тем не менее. И вот тогда у них все хорошо, все получается, все работает, и они имеют при этом свои достижения, а достижения приносят благо.